Первый по нашему курсу из промо. И я его сделал немножко не про математику, немножко не про ДС, а вообще про рекомендашки, про маленький кусочек бизнеса. На самом деле маленький, это не очень большой кусок. И чтобы мне сейчас было немножко понятнее, как говорить, напишите в чат, кто из вас ДС-специалист, МЛ-специалист, а кто просто из бизнеса и всяких мат-моделей на пандесе и эскалерне не крутил. Ну вот. Тогда я вижу коллеги из ДС и из МЛ-а, этот вебинар для вас будет в каком-то смысле неинтересным, а в каком-то смысле может быть даже и полезно его послушать на тему, что МЛ часто не нужен. То есть я сегодня буду говорить про рекомендательные системы, которые можно делать в интернет-магазине на коленке и вообще не использовать никакой МЛ. То есть no МЛ 100%. Просто простые какие-то эвристики. И во многих интернет-магазинах это работает, и работает довольно неплохо. То есть на самом курсе у нас будет математика, у нас будет МЛ, у нас будет код. Сегодня будет просто презентация примерно на час и никакого кода. На следующих двух промо-вебинарах там уже будет код. Следующий, второй, сразу сделаю анонс. Мы будем говорить про рекомендации в контенте. В основном это какие-то тексты, какие-то видосики, из которых вы вытащили текст, какие-то контентные порталы и прочее. Да, там у нас будет код. Мы поработаем с имбейдингами, поработаем в юпитер-ноутбоках. Там попробуем сами какую-то рекомендательную систему собрать. Это второй будет вебинар. И третий, мы поработаем с изображением. Мы попробуем по картинкам товаров, извлечь с помощью резнета имбейдинги, поискать похожие картинки. А сегодня будет просто про наколеночные вещи. Ну давайте, погнали. Я думаю, все, кто хотел, уже собрались. Так, я буду немножко косить, потому что у меня два экрана. И я поглядываю чат на другом экране, а тринетажка у меня открыт на первом с камерой. Но в ноутбуке. Сам я не прямо, что человек дик из рекомендашек, я человек из IT, из DS. Я делал рекомендашки для интернет-магазинов. Ну вот прям такие рекомендательные сервисы, которые там в соцсетях, которые там где-то в Netflix нет. Я с такими штуками не работал. Я работаю с более простыми вещами. Какая-то коллаборативная фильтрация. Да, как раз фильтрация по контенту, по картиночкам, по имбейдингам. Ну и много наколеночных решений, которые прекрасно работают. Давайте дальше. Ну я буду рад вашим вопросам в чате. Отвечу я на них не сразу, но когда я посчитаю, что это удобно, я отвечу, я вижу чат. Так, про ОТУС. Ну ОТУС это хорошо и прекрасно. Я сам смотрел курсы ОТУС, они мне очень нравятся. И если вы хотите быть специалистом в рынке, то брать курсы ОТУС это правильно, потому что они идут много со временем. Вот ОТУС имеет образовательную лицензию, поэтому курсы являются программами повышения квалификации и профпереподготовки. И с ними, в общем-то, не стыдно приходить к любой организации. ОТУС большой, много курсов, много студентов, много образовательных программ. И самое главное, что эти программы отменяются из года в год. То есть я являюсь еще преподавателем на курсе по NLP, по обработке естественного языка. И в целом он идет очень много со временем. Вот сейчас будут уроки про чат GPT, про reinforcement learning и про все такое. Ладно, теперь к самому делу, чтобы нам не затягивать. Вот мой опыт в рекомендашках в e-commerce. Ну e-commerce это вот электронный коммерс, когда вы что-то продаете по интернету. Я работал с ювелирной розницей, с ювелирным оптом, со спорттоварами, продуктами, стройкой. Работал в банке. Даже немножко в вертикали Авито работал, делал сегментацию и немножко персонализации. Ну и сейчас последнее место это в Сбере. Там не про рекомендашки, там про персонализацию. Но как мы сегодня увидим, мы на курсе в целом увидим, что это очень тесно связанные вещи. Ну и теперь про рекомендательные системы. Рекомендательные системы это алгоритмы, которые подбирают релевантные клиенты, товары или услуги. И ничего больше. И эти алгоритмы можно разбить на два больших типа. Первый это персональные рекомендации, когда мы конкретному Васе понимаем, что этому Васе понравится и шлем ему что-то или показываем что-то. И по товарной рекомендации, когда мы в товаре, рекомендуем какие-то похожие товары. То есть человек, неважно какой, Вася, Петя, Маша, Зоя, зашел в товар, мы понимаем, что раз он зашел на скороварку, давайте покажем ему еще одну скороварку. Или наоборот не скороварку, а какую-нибудь закрутку для приготовления чего-то. Это уже вопрос к вашему алгоритму рекомендательной системы. Что важно понимать? Что рекомендательные системы, это не для большинства бизнесов, если вы не Netflix, если вы не Amazon, это не основной бустер вашего бизнеса. То есть это какой-то небольшой прирост к выручке, ну и какой-то чуть более существенный прирост к прибыли. То есть ждать от рекомендашки увеличения выручки в два раза точно не стоит. Обычно это бывает 5-7%, ну в принципе 10-15% если всего хорошо. К прибыли обычно прирост бывает больше, потому что, условно говоря, это до продажи, это увеличение чека. И правильно порекомендованные товары это снижение маркетинговых затрат на привлечение и увеличение чеков при тех же бюджетах и тех же операционных костах. И надо понимать следующую штуку, что если рекомендашек в каком-то бизнесе нет, то не надо сразу сделать крутой современной математикой. То есть самый простой бейзлайн, который быстро внедрен, он позволит и сам бизнес адаптировать к этим рекомендашкам, ну и в целом какую-то команду разработки. Вообще рекомендашки это такая сложная штука, то есть вы что-то нарекомендовали, у вас есть там сайт, есть приложение, есть email-рассылка, есть пуши. И у сайта одна команда разработки, например, у приложения другая, у людей, ведущих в соцсети, третья команда поддержки этого процесса, у маркетологов, пушевальщиков, email-рассылщиков, третья команда. И вам нужно все это связать, чтобы это как-то единым образом плясало. И вот на бизнес утряску всего этого уйдет, если организация более-менее большая, а не там 10 человек, больше сил и времени, чем на разработку мат-моделей. И вот простой бейзлайн, который можно запустить на коленке за один месяц, он принесет вам самую большую пользу, что все начнут понимать, что это такое, научатся с этим потихоньку работать и адаптировать свои бизнес-процессы. И как не смешно, самые простые персональные рекомендации это виджет «вы смотрели». В тех интернет-магазинах, а я занимался до ДСа, как раз веб-разработкой аутсорсинга, мы делали интернет-магазины. Самая прекрасная штука, которая очень хорошо работает, это виджет «вы смотрели» последние 20 товаров. Потому что люди сами себе накликивают то, что им интересно. И если товар какой-то с временем принятия, ну, все товары бывают вообще по своему бизнесу, там, простые, средние и сложные. Вот простые товары покупаются на раз, человек зашел, за 10-15-20 минут сессии заказал товар, купил, и все, все просто. Если товар не простой, а средний, то есть время принятия решения бывает там вот нескольких дней, там, до пары недель. То есть люди думают, смартфон выбирают, или компьютер выбирают, еще что-то. То есть он заходит на сайт и видит то, что он уже видел, вот этот виджет «вы смотрели», который сохраняется на некоторое время, там, хотя бы месяц, вы держите его, то это самые лучшие рекомендации, которые для этого человека могут быть. Потому что ему не нужно долго ложить по каталогу и выбирать то, что он видел, а потом забыл и снова хочет найти. То есть вот эта штука снимает кучу вопросов и приносит много конверсий. Ну и, собственно, здесь скриншот с Вайлдберриса. В Вайлдберрисе это есть, ну и во всех крупных интернет-магазинах эта штука есть. Поэтому делайте его. Следующие прекрасные персональные рекомендации это просто удобный раздел «избранные». То есть что каждый товар можно положить в избранное и быстро это избранное увидеть. Например, в продуктах самые лучшие рекомендации это раздел «избранные», который люди себе положили. То есть вот в продуктовом ритейле самые важные функции, которые приносят дико много конверсий, это, собственно, раздел «избранные», из которого люди делают покупки. Ну, откладывают себе товары какие-то и оттуда товары, собственно, снова накидывают себе в корзину, чтобы долго не искать по каталогу. И кнопка «повторить заказ». То есть они заходят в личный кабинет, у них уже есть заказ, просто тыкнули «повторить заказ», он лег в корзину. Потому что в продуктах люди покупают одно и то же, и это 90% своих продуктовой корзины. И как бы вы там не пытались изобрести рекомендашку, то есть хороший, удобный раздел «избранные» и кнопка «повторить заказ» вам принесет больше бизнес-вэлью, чем многорукие бандиты, матричные факторизации и все прочее. Теперь следующая важная штука про бизнес и про e-commerce. Самые важные рекомендации в категории – это товары по акции. Если взять продуктовый ритейл, ну и вообще любой ритейл, 50-70% продаж – это товары по скидке. То есть неправильно, когда у вас все товары по скидке, правильно, когда у вас там некоторый набор товаров по скидке, там сезонные товары, там еще какие-то товары, это маркетинговая политика, которые должны заниматься категорийные менеджеры. И вот грустная правда в том, что скидки есть, есть продажи. Скидок нет, продажи падают в 2-3 раза и так далее. Или там нет никакого прироста, потому что люди покупают то, что привыкли, а скидок нет, они не покупают больше ничего. Поэтому правильно выставленный виджет в категории товары по акции в этой категории, он принесет, опять же, больше конверсий, чем какие-то персональные рекомендации. Ну просто потому, что люди покупают то, то, что по скидке, то, что выгодно, конкуренция большая, люди прекрасно в целом знают, сколько что стоит. Если у вас это выгодно купить, именно у вас это и будет покупать. Вот. Почему я показываю такие простые виджеты? Просто потому, что, если вы делаете какое-то мобильное приложение, или там сайт ваш открывает на мобильном телефоне, а 80% сейчас трафика в вебе – это мобильный трафик. И вообще, например, в тех сервисах, где я делал e-commerce, там процентов 80 заказов делаются с мобильного приложения. В тех же продукт, в алтогольной рознице, во всем прочем. А в приложении очень мало места, и в мобильной версии сайта места мало. И вы всегда думаете, какой виджет вам поставить. Виджет «Товары по акции» в категории или «Рекомендованные товары». Вот товары по акции должны быть выше, просто потому, что с них продаж будет в целом больше. В большинстве случаев. Теперь следующая штука. Самые простые рекомендации в категории – это «Товарный». В каком смысле? Вот категория – это есть у людей уровни потребности. То есть мы зашли в категорию «Чайники». Все значит, человеку нужно что-то чайника, и рекомендовать ему, не знаю, антресоль или рекомендовать ему в этот момент велосипед совершенно не нужно. Хотя, может быть, на вашем мушке-спейсе это и есть. Да, Вайлдбери знает хорошую статистику. Если у вас повторные продажи, люди у вас из месяца в месяц покупают – да, можно. Но если на вашем сервисе количество повторных продаж не такое большое, если люди вас покупают раз в год, то угадать их потребность довольно сложно. Ну вот, хотя бы раздел «Избранные» и несколько виджетов. Если ваша команда разработки оперативно работает, вот в чате вижу вопрос, в целом один-два месяца должно быть достаточно, чтобы вы уже это сделали, оттестировали и запустили в продакшн. И это будет хороший бейзлайн. Эти виджеты вы уже будете сравнивать с какими-то новыми рекомендашками, которые вы надумали. То есть, как АБ-тесты делают, есть версия А, в которой что-то, есть версия, в которой вы что-то поменяли, и сравнивали, стало лучше, стало хуже. То есть, в целом, за месяц, за два это можно сделать. То есть, тут невеликий уровень сложности по разработке. Так вот, как считать, например, товарные рекомендации в категории? Вот у вас есть категория «Топленная потребность», например, стиральные порошки или чайники. Вот вы показываете, делать какой-то отдельный виджет или сверху сортировочку по популярности по умолчанию ставите и считаете товары в этот виджет с наибольшим скором за последние х дней. Причем х вам для каждого бизнеса свой. Например, в продуктах это 60 дней. Если вы будете популярные товары показывать больше, чем за 60 дней, вы просто пойдете в разрез с сезонностью. Например, вы в сентябре будете показывать мороженое. А мороженое в сентябре уже не идет. Это сезонка жарких месяцев. Июля в основном. Или вы будете показывать какие-нибудь товары в июне, которые нужны. Лопаты, удобрения, семена, которые нужны абсолютно в мае и в конце апреля, потому что люди покупают сезонку. То есть в каждом бизнесе этот период свой. Вы должны четко его понимать. Ну вот, в продуктах это 60 дней. В стройке это 90 дней, потому что есть стройка очень понятная. Летом там всякие массивные формы строят, зимой всякая отделка, в межсезонье там декор и прочее. В спортивных товарах порядка 180-360 дней зависит от ниши. Ну, то же самое. То есть если... Вот я торговал, занимался спорттоварами, у меня даже была парочка своих интернет-магазинов. Ну, там очень четко. До первой половины года, там, с августа по декабрь, там, собирают детей в секции. С декабря по июль уже те, кто занимаются, обновляют экипировку там, к соревнованиям и на летние какие-то лагеря. То есть это совершенно разные типы продукции. И скор на больше, чем 108 дней, не имело смысла делать. Вот ювелирки где-то в среднем три года там тренды держатся. Так вот, что такое скор? Скор – это количество продаж, умноженное... Ну, вот я, например, люблю корень из цены. Почему корень из цены? Ну, потому что если вы будете брать просто цену, то у вас самые дорогие товары будут вылезать в рекомендашки и забивать то... Ну, люди пришли за чем-то недорогим, а вы им показываете в том, где это. Коврики для Поршка-Ема, да? Люди пришли за наушники, а вы им топовый айфон показываете. Хотя явно они не за них пришли. Вот. Если вы будете брать просто количество продаж как скор популярности товара, то у вас дешевые товары там все забьют. То есть всякие расходники, которые покупают в большом количестве. То есть тут для вашего бизнеса надо уже смотреть, каким должен быть этот скор. Ну, вот неплохо работает количество продаж на корень из цены за правильное количество дней и просто все это пересчитывается. Раз в неделю это можно пересчитывать, там, ну, как бы, чаще, чем раз в день пересчитывать не стоит, реже, чем раз в месяц пересчитывать тоже не стоит. Дальше уже по своему бизнесу смотри. То есть раз в неделю пересчитывать – это нормально. Так. Ну, теперь дальше. Что можно? Пересчитываем скор раз в несколько дней. Обычно ночью это происходит. Рекомендательный виджет в категории 60, 20 или 200 товаров. Скор мы рассчитываем всем товаром. И прямо в базу данных вашего сайта, можете, вот когда вы рассчитали, вот эти 200 виджет, может быть, размера 10, а вы 200 товаров, которые насчитали, рекомендуем. Почему 200? Ну, потому что остатки штука очень подвижная, да, сегодня товар есть, завтра товара нет, рекомендовать его, нет смысла, то, чего нельзя купить. Поэтому вы насчитываете больше, чем нужно, прямо в базу данных заполняете, когда страничка у вас там в приложении отдается или на сайт, вы не лезете в отдельный сервис рекомендашек куда-то по API, который в рантайме что-то считает, а прямо с базы данных для этой категории поднимаете 200 товаров, или делаете в базе данных join с табличкой с остатками и поднимаете нужные 6 товаров с максимальным скором из наличия. То есть на e-commerce всегда очень важно это смотреть наличие товара и остатка. То есть, например, если товар недорогой и остался всего один в наличии, то можно даже и не стоит его показывать. Это какой-то пересорт, товара нет в наличии. Например, мы сделали обычно отсечку в 3 товара. То есть, если количество на складе больше, чем 3, цена товара заполнена, он есть в наличии, вот мы его в виджет отдаем. По-скору. Дальше. Какие рекомендации можно делать в товаре? Без всякой математики. Вот если мы берем любой e-commerce, то там есть такое дерево потребностей. Есть вертикаль. Дальше в вертикали есть потребность, в потребности есть категория, в категории есть конкретный вид товара и дальше идет бренд. Ну, вот для единоборств. Вот у нас вертикаль единоборства, спортивные товары. То есть, может быть, теннис. Это совершенно разные вертикали. Если человек занимается единоборствами, теннисной ракетки ему ничема. То же самое, если человек занимается велоспортом, то лыжи ему не нужны. То есть, вертикаль сразу вам выделяет что-то. Дальше у вас есть товары, внутри этой вертикали какая-то категория. Например, у велосипедистов. Это там горные велосипеды, шоссейные велосипеды, еще разные другие. Дальше внутри этой категории у вас есть конкретный вид товара. Что там, если велосипеды, сиденья, рамы и так далее. Дальше уже есть прям совсем конкретный какой-то вид. На такой тип велосипед, на такой, на сякой и конкретный бренд. И вот довольно неплохо работают рекомендации, когда мы в товар. Ну, например, мы берем виджет на 12 товаров. Вот мы, например, показываем три из того же вида товара. Если на спорттоваре, к примеру, у меня приведен, там накладки на ноги. Три того же вида. Самых популярных, например, по скору. А может даже и рандомом заполнять, чтобы были разнообразные рекомендации. Обычная категория не такая большая, поэтому люди успевают все товары посмотреть. Там три из той же категории другого вида. Например, защита. То есть мы повышаем защиту, но уже другого вида. Дальше три того же бренда в этой же потребности. То есть мы берем потребности, три того же. И дальше три популярных из потребностей других категорий. Вот у нас для опто-ювелирного, когда там через оптовый сайт оптовики всякую ювелирку отбирали, вот такая штука посчитана на ABC-анализе, который раз в сутки обновлялся, вполне себе неплохо расширяла заказы. Это был давненько, тогда еще не было нейросетей. Такая система вполне себе бустила продажи на оптовке. Никто не жалует. Теперь, что важно понимать. Вообще в продажах есть такая штука, как принцип Парета, что 20% ассортимента дают там большую часть продаж. Иногда 70-80% продаж. В основном это так. Дальше есть 5% ассортимента, которые дают тоже значимую часть продаж. И есть 1% ассортимента, который тоже имеет дикое оборачивание. То есть треть всех продаж это какие-нибудь один артикул из 100. И вот к этим 1-5% ассортимента рекомендации можно и нужно задать вручную. Этим должны заведовать категорийные менеджеры, которые знают свой товар, которые знают свои флагманы. Ну вот, например, на спорттоварах у меня приведен пример кимоно Адидас. К нему там руками прикрепляем рекомендации. Накладки на руки, кимоно Адидас подороже, подешевле, по штучке самые ходовые, опять же, пояс и так далее. И вот если на основании остатка в конкретный момент времени не хватает на размер виджета этих товаров, прикрепленных вручную, то добиваем автоматическими по правилу, которое было выше, как на этом слайде приведено. Все такая простейшая штука. Она не требует никакой математики, она требует буквально знания своего ассортимента. Тоже работает вполне хорошо. И этого может хватить, чтобы дать ваш прирост на 5-7% в продажах, а дальше уже математикой дотягивать с этих 7% делать плюс 10% в продажах. Например, ручные рекомендации. Вы знаете, что у вас там точно продаются айфоны, ну, значит, к ним нужны чехольчики, самые популярные к этим айфонам, там наушники, айфон другой модели, там Apple Watch, еще что-то. Так, вопрос про 1% делает 80% в бюджет. Не очень понял мысль. Может быть, в каких-то бизнесах и бывает. У меня вот есть знакомцы. Я их тоже консультирую по аналитике. Да, у них мебельные салоны, у них там конкретный вид кресла, делает там, ну, не 80, больше половины продаж, это конкретно один артикул на ассортимент в несколько сотен. Вот одно ходовое кресло, они его ставят там и вперед выставку, и действительно оно делает большую часть продаж. Да. И тогда любая их рекомендация к любому товару показывает это кресло. Вот, никакой математики. Ладно, двигаемся дальше. Вот, про ручные рекомендации я сказал, и важная штука это АБЦ-анализ. То есть, все товары делятся на 3 группы. Группа А это как раз те, кто приносит основную, то есть те 20% продаж, которые приносят основную долю в продаже. Группа Б это, которые приносят, ну, фонгаря, группа А это товар, который дает там 70% оборота. Группа Б это те, кто дает 20% оборота остальные. И группа С длинный хвост, это те, кто дает остальные там 10% в продажах, и это большая часть вашего ассортимента. И вот тогда выставляется промо какое-то, то есть правильно выбранное промо, оно должно базироваться на АБЦ-анализе. Если вам говорят, делаю рекомендашки, то первый вопрос, АБЦ-анализ автоматизирован? Вот если АБЦ-анализ автоматизирован в разрезе потребностей, категорий, видов товара, брендов и прочего, то да, можно переходить к рекомендашкам. Если нет, то сначала нужно бизнесу или менеджменту сказать, что ребята, давайте АБЦ-анализу автоматизируем, мы на базе него будем принимать товары для ручного назначения рекомендашек каких-то, или для закидывания в какие-то эвристические правила. А потом мы уже будем делать какую-то более сложную рекомендашную систему. Так, дальше хорошая штука, она уже потребует некоторой математики, не очень сложной. Это с этим товаром покупают. То есть это делается на коллаборативной фильтрации, то есть вы смотрите покупки, ну, почему говоря, чеки, то есть человек купил на вашем ресурсе что-то в одном заказе, что-то в другом, что-то в третьем, мы все его заказы объединяем, считаем, что это один такой большой единый чек по всем людям, и дальше мы по ним просто считаем, какие товары с кем чаще всего покупаются. И вот в некоторых случаях это работает, в некоторых случаях это не работает. Вот, например, в ювелирке для маленьких интернет-магазинов это не работает. Повторных продаж нет, человек у вас купил, и все, это разовая история, и больше он у вас не купит. Ну, сначала менеджмент научается работать с ABC-анализом, правильно назначать промо, из этого ABC-анализы выделять как раз флагманские товары, которым можно, там и нужно делать эти рекомендашки и выставлять их на виджеты. И потом только айтишники могут заниматься рекомендательной системой. То есть, говорить, делайте мне хорошую рекомендущину. Промо – это товары по скидке. То, что я показывал в слайде, там 50-70% продаж – это товары по скидке. То есть, неважно вы там, что рекомендуете человеку, что ему интересно. Если что-то он увидел у вас по скидке, и он знает на эту цену, и оно дешевле у вас, чем у конкурента, это в целом полезная какая-то вещь, то он ее купит. То есть, правильная промо, то есть, товары по скидке, то есть, ваше предложение лучше в рынке, чем у других, работает лучше, чем конкретные рекомендации, там, с этим товаром покупают, вам может быть интересно и все прочее. Понятное ответило? Промо – это товары по скидке. То есть, и выставить вперед товары по скидке – это, в общем-то, важнее, чем выставить вперед рекомендации товарные, там, персональные и все прочее. Как в магазинах, да, мы идем в пятерочку, и что мы делаем? Мы смотрим на желтый ценник, там, ценник по скидке. И если товар по скидке, мы его берем. Если товар не по скидке, мы проходим, ну, в следующий раз, или в соседнем магазине по скидке мы его возьмем. Так, с этим товаром покупают. Вот здесь мы уже потребуем некоторого кода небольшого, мы на курсе будем этот код разбирать. Вот это довольно хорошо работает для стройки, потому что если строительный теме, человек начал делать какой-то ремонт, он его делает, если он, простите, начал отделывать ванну, он купит и фитинги, и плитку, и, собственно, сам санузел, и фурнитуру, и все прочее. И куда он не убежит от этого. Это хорошо работает для маркетплейсов, потому что люди там делают регулярные покупки, и мы знаем их поведение там из года в год. Для продуктов работает, ну, так себе. То есть для продуктов в некоторых нишах хорошо работают новинки, а в основном люди покупают либо по скидке, либо то, что они покупают изо дня в день. И кнопка «Повторить заказ» и «Избранные» работает лучше. Вот пример коллаборативной фильтрации с этим товаром покупают на спортмастере. Да, штука хорошая, спортмастер, как бы подсаживает людей на регулярные покупки, да, там через бонусы, ну, вообще через сетевую бренда, все прочее. В том интернет-магазине, где работал я, спорттовары, нет. С этим товаром покупают, работала плоховастая. Лучше работала вот та простая штука, которую я объяснял до этого. Про бренд, про потребность, все прочее. И главное – про промо. Дальше мы переходим к такой штуке, как контентные рекомендации. Контентные рекомендации – это когда вы к товару ищите что-то визуально похожее. Вот это хорошо работает в ювелирке, точно. Это работает в целом в одежде, это работает в сувенирах. Вот, скажем, те ниши, которые я видел, с которыми я работал, гарантирую, что это в них хорошо работает. То есть там ищем визуально похожее по изображению с соблюдением диапазона цены. Потому что у вас условно колечко, вот здесь на слайде у меня признатка, дорожечка, да, с маленькими бриллиантиками. Но вот если бриллиантики будут чуть-чуть побольше, оно визуально будет очень похоже, а ценник может быть уже там 130 тысяч, то есть в 10 раз. То же самое. Вот здесь там 13-990, крупный камешек какой-то, ну это фианин. Поставьте бриллианты, и ценник станет там в три раза больше и так далее. То есть ищем визуально похожее с соблюдением диапазона цены. Вот, например, я привел скриншот с Wildberries, который это делает, и с Avito, который тоже ищет похожие товары. Эта штука тоже не в рантайме. Вы можете взять модель компьютерного зрения, уже предобученную на какой-то большой сдач, типа ImageNet, взять с нее эмбеддинги внутренних слоев, подобрать, который у вас более-менее сносно будет работать под задачу. И добавилось такое новое объявление. Раз в сутки вы посчитали эмбеддинги тех, у кого нету, посчитали таким тяжелым расчетом, пробежали по циклу, каждому товару насчитали 20 похожих, ну а потом с наличием остатка выдаем 5 похожих, которые сейчас есть в наличии. Ну как это можно делать? Ну вот я в свое время это делал несколько, сколько уж лет, 8 назад, там 10. Это было по старинке, система тегов товаров, у нас было такое большое-большое дерево. Сервисы майндмэпов, у нас такое было построено большое дерево, и когда просто артикул на фабрике выпускали, его в этом дереве присваивали какой-то класс. Вот я сделал скриншот с интернет-магазина ювелирного, который прямо сейчас еще работает, примерно по той же системе. Вот в категории кольца у вас там такие чалма, животные, сердечки, детки и так далее. Ну и соответственно в тематике бабочки мы кольцам рекомендуем бабочек, бесконечности рекомендуем, бесконечности и все прочее. Можно делать современно, то что делают сейчас Wildberries и Avito на основе сетей типа RedNet, это вы считаете эмбеддинге. Вот на третьем бесплатном вебинаре мы как раз в коде это попробуем. Дальше мы переходим к такой штуке, если брать обзор, что можно и нужно делать. Это коллаборативная фильтрация по пользователям. То есть мы ищем людей, которые покупали. В целом, да. То, что в ювелирке можно делать, да, вы считаете эмбеддинги только по фотографиям, больше ни почему. Причем в фотографии вы делаете, например, белый фон, в ювелирке в основном это белый фон. То есть вы фон заменяете на белый, считаете эмбеддинги и считаете похожесть. Просто умножаете вектор на вектор. Если там близко к единичке, значит похоже. Далеко от единички, значит не похоже. Ну, кое-косинусное расстояние. Ладно, давайте дальше. Коллаборативная... В одежде, наверное, да. То есть я вот с такой штукой в ювелирке работал, там нет большого смысла в описании. То есть, да, понятно, что, например, кольца с сапфиром и кольца с рубином это разные кольца или с бриллиантом. Но вот в рамках одной категории, которая вам описывает какое-то камень, кто-то любит там полудрагоценные камни, кто-то драгоценные, кто-то просто фиониты. В рамках этой категории считаем, что товары похожи, считаем визуально похожи с коридором цены, плюс-минус 50%. Кажем товару считаем, что на него похожи. Ну, то есть, нет, никто вам не запрещает делать, используя название. Наверное, Wildberries даже делает с названием. Я не работал в Wildberries, не могу сказать, можно. Да, вы можете посчитать эмбеддинги нейросеткой типа берта для названия и первых трех строк описания. И мы как раз на втором вебинаре, когда будем говорить про контентные вещи, про текстовые, мы так и будем делать. Мы будем брать заголовок, будем брать из описания суммаризированные два предложения основных, брать с этого эмбеддинг берта и вот эти эмбеддинги берта друг с другом перемножать. Можно. И одновременно и то, и другое можно. И можно как-то их складывать с кем-то кефицентами. То есть, нужно подбирать под вашу задачу. Но основная задача какая? Сделать на коленке, а потом делать АБ-тесты, чтобы стало лучше. То есть, нет смысла упарываться сразу долго, а сделали, посмотрели, что стало лучше, ну, добавили еще что-то, смотрели, стало, опять же, лучше. Ну, что-то так. Так, персональные рекомендации. Это фильтрация по пользователям, когда мы как раз же берем человека, берем всю историю покупок, берем других людей с их историей покупок и смотрим, кто друг на друга больше похож по истории покупок. И дальше шлем людям то, что они не покупали и им может понравиться. Вот эта штука хорошо работает для e-mail рассылок. То есть, когда вы шлете письмо кому-то, да, у вас там есть слот на 10 интернет-товаров, то есть, 5 строчек по 2 товара. И вот тут неплохо бы каждому послать ровно то, что может быть ему интересно. И вот персональные рекомендации в e-commerce на e-mail рассылках работают действительно хорошо. То есть, это лучше, чем слать всем одно и то же. И вот здесь мы подходим к такой штуке, которая важная и относится к рекомендациям. Это персонализация и сегментация. Вот, например, я работал с e-commerce в алкоголе, когда можно заказывать мобильное приложение, сайт и все прочее. Вот там есть очень четкие типы клиентов. Те, кто пьет вино, пиво, коньячники и те, кто любит виски. И вот нет смысла человеку, который пьет коньяк, рекомендовать виски. Ну, просто потому, что он его не пьет, не любит и так далее. То есть, вот здесь прямо у вас там раз в неделю расчет. Вы каждому клиенту в базе данных назначаете его категории. Ну, там коньячник, искарник, пивасник или виник. И дальше вы просто делаете в e-mail рассылки раз в две недели, рекомендуете новинки в нужной категории для каждого из сегментов. Или промо, или новинки. И вот это работает очень хорошо. Делается тоже на коленке совершенно никакой математики. Буст к продажам может там свои плюс 5-10% принести. То же самое в спорттоварах. Очень четко там, если человек занимается каким-то видом спорта, то нет смысла ему слать из другого вида спорта. И то же самое. Вы определяете тип спортсмена, это взрослый ребенок, и, соответственно, шлете правильную экипировку. То есть, как только вы это делаете, конверсия в продаже с e-mail рассылок, вырастая там из 3-4% в 6-7%. Вы начинаете попадать в потребность человека с гораздо большей вероятностью. И это персонализация, которая делается SQL-запросом раз в неделю, раз в месяц, крутнули ночью, назначили тип нужный, и все. И потом для раскылки просто делаете, опять же, селектами отборки. То есть, ничего дальше 3-4 SQL-запросов тут нет. Так, то же самое. Хорошо работает. Выделяем сегменты клиентов. Это RFM-анализ. Да, там. Так, не понимаю, количество закупок должно быть сколько однотипного товара. Не понимаю вопрос. Но, смотрите, вы шлете человеку письмо. Понимаете, в стройке, в продуктах, в алкоголе и в спорте разные бизнесы, там должны быть разные рекомендательные системы. Потому что сам тип потребления товара, он разный. Вот математика-то под капотом у нас одна и та же. Да, там и матричное разложение, и коллаборативная фильтрация, и эмбейдинги. Математика одна. А вот для бизнеса нужны совершенно разные системы. То есть, например, вот в том же алкоголе очень хорошо работают рассылки, где вы шлете новинки из интересных. Новинки и плюс промо, актуальные этой недели в нужной категории человека. То, что ему интересно. И это прекрасно работает. Следующая хорошая штука, прежде чем говорить про какие-то рекомендашки, это RFM-анализ. Это когда вы у каждого человека просто определяете, как давно он покупал, recency, то есть, насколько давно он покупал у вас frequency, как часто он вас покупал за какой-то период, и монетарий, сколько он вам денег принял. и вот у вас есть клиенты, которые покупали, часто приносили много денег и почему-то давно не покупали, оттекающие. Вот этих людей тоже нужно выделять, брать их любимые товары и слать персональный купон на их скидку, это тоже довольно хорошо работает. вы просто, кто-то у вас там хорошо покупал, покупал собачий корм, потом перестал. Месяц не покупает собачий корм. Как у него, что собака перестала есть? Скорее всего, нет, просто в другом месте стал покупать. Нужно ему просто отправить персональный купон на конкретную вот эту категорию, сказать, 15% для тебя действует две недели. И вот с большой вероятностью человек к вам вернется, и вот эта персональная рекомендация тоже, по словам говоря, рекомендация. Но она уже, скажем так, это уже мы уходим из математики рекомендашек в математику персонализации и сегментации. Это тоже хорошая штука. Так, давайте дальше. Ну и, собственно, виды рекомендаций, какие у нас могут быть. Персональная лента на главной странице, то есть мы можем человеку делать персональные рекомендации, то есть что ему интересно. Рекомендации в категории, рекомендации в товаре, дальше рекомендации в email рассылке, где мы рекомендуем ему нужное промо и нужные там новинки. Персональные скидки и купоны, то есть на то, что он покупал и перестал покупать. Ну и рекомендации в SMS и Push. Это уже модели Next Best Action, то есть что человеку порекомендовать. Вот в Сберии мы занимаемся, в том числе вот такими штуками. Кому это назвать, там, в том числе, скидка, кому подарок, а кому прочее, тоже очень хорошо влияет на конверсию, хотя казалось бы, вы шлете примерно на одно и то же вопрос, какими словами сказать. То есть кто-то реагирует на слово бонус, кто-то на слово купон, кто-то на слово скидка, кто-то на слово подарок, хотя акция по бизнес-смыслу одна и та же. Вопрос, как обратиться. Вот это тоже рекомендации, мы о таких моделях поговорим на нашем курсе. Ну и здесь уж, я надеюсь, я не сильно нарушил нищие права, почему Amazon стал Amazon. Вот Amazon сделал большую ставку на рекомендашки, и цитата Джеффа Безоса, что если у вас есть 4,5 миллиона клиентов, у вас должно быть 4,5 миллиона интернет-магазинов для каждого свой. Не всем бизнесам нужны такие крутые рекомендашки, как у Amazon, но вот внедрение даже каких-то простых наколеночных механик вполне могут закрыть потребность в рекомендашках на базовом уровне, а может быть, даже и полностью. вот это я пробежался по мясу вебинара, который я вот хотел произнести. Дальше я немножко расскажу опять же про наш курс и про то, зачем заниматься рекомендашками. Сейчас жду ваши вопросы, если они у вас есть. Да, есть механики с соцсетями. Ну вот я надеюсь, мы кого-нибудь найдем. То есть я не работал в соцсетях. Я примерно опять же понимаю вот эти механики про... Ну, вернее так. Из того, что будет сказано на курсе, можно будет собрать рекомендательную систему, которая вполне себе прокатит для социальных сетей. То есть вы можете там принять одновременно и похожие по контенту, по тексту. Вы можете похожие по фото собрать, по изображению. Вы можете применить коллаборативную фильтрацию, что там лайкали люди, похожие на вас, собрать эту какую-то гибридную систему, как-то отранжировать и подать. То есть мы поговорим с вами и про отранжировщики, и про гибридные рекомендательные системы на курсе и про все прочее. Да. Но гарантированно сказать, что вот я знаю, как Facebook, Google и прочие соцсети делают прям их алгоритм. Нет. Ну, например, у Озона есть в открытом виде описание рекомендательной системы. Можно погуглить, у них там порядка десятка шагов, как они отбирают кандидаты, как они там их подают эти виджеты. То есть это можно почитать. Смотрите, про сотомодели я не скажу. Задача рекомендашек вот в реальной жизни она следующая. У вас есть там 50 или 100 тысяч товаров, если вы какой-то более-менее средний бизнес. И у вас есть свои сервера, на которых все открутится. У вас там есть огромная какая-нибудь ERP-система, и вам нужно это за ночь лучше бы часов за 5-6, а лучше бы и поменьше все это посчитать. И вы думаете, как бы мне взять поменьше сетку, чтобы у меня же нет ГПУ, чтобы она как-то там проинферилась в 20 потоков на питоне за 5 часов. То есть вы решаете вот такую оптимизационную задачу. Ну, в реальной жизни. То есть у вас нет ГПУ, у вас нет кластера, у вас есть база данных, у вас есть нагруженный сервер, на котором вам выделили какую-то виртуалку на 64 гига оперативки и 8 ядер, и вам неплохо бы в эту штуку запихать все ваши модели, которые у вас крутятся. Поэтому вы берете модель потоньше, попроще, которая дает приемлемое качество. вот что я имею сказать по этому вопросу. Если они будут подписочного типа, ну, все зависит опять же, как мы сегодня обсуждали, да, все очень зависит от типа бизнеса, от модели потребления вашего продукта, но если у вас это какой-то подписочный тип, то у вас это будут модели типа next best action, то есть что предложить в следующий раз, то у вас будут uplift модели, то есть предлагать скидку, не предлагать скидку, потому что может и так купят, какой конкретный там оффер сделать из пяти вариантов этому клиенту, то есть у вас там будет uplift и MBA в основном. Ну, вот я не был в этой теории, у меня всегда было ограниченное количество учительных ресурсов, наверное на другом курсе, где преподают те, кто работали на неограниченных учительных ресурсах, вам расскажут есть ли большая разница с сотом моделями, к сожалению, я этим знанием не обладаю, то есть моя всегда была задача напилить что-то за разумное время, чтобы оно за три месяца сделать рекомендашку, потому что мне подписали бюджет x рублей и ни копейкой больше, то есть сделайте мне некрасиво за не очень дорого. Такой задача в основном решал есть, всегда я в моей практике. Ну и собственно про такой же подход наверное и будет курс тех занятий, которые буду рассказывать я. Как сделать дешево и сердито не потратить слишком много денег. Если берд, то какой-нибудь дистиллированный берд. Если какой-нибудь совсем простый имбедень, то предобученный фасттекст, чтобы не мучиться и так далее. Давайте коллеги еще у нас целым с вами интересная дискуссия. Ну давайте тогда двигаться дальше по презентации. Что будет на курсе? Ну я надеюсь программу курса вы видели на сайте отусы, она там есть. Мы поговорим как раз про рекомендашки построенные на правилах, про то, как можно смешивать гибридную систему, поговорим про коллаборативную фильтрацию, про свд-разложение в разных видах, про метрики качества, какие там используются, про метрики ранжирования, про то, как можно делать АБТ-тесты. Обязательно поговорим про контентные методы рекомендаций, поработаем с эмбеддингами World2Veq, а в целом я покажу как можно с библиотекой Gensim обучать свои эмбеддинги, поработать с предобученным фаст-текстом, с бертами поработаем Хагенфейса. Поговорим как раз про рекомендашки на основе анализа изображений, ну и поговорим немножко про информационный поиск, как рекомендательный систем, потому что это тоже важно. Что показать в поиске, в каком порядке, в каком приоритете, это тоже бизнес-задача, и в целом там есть и своя математика, и свои бизнес-фишки. Поговорим про современные методы рекомендаций про нейросетки, многорукие бандиты, про обучение с подкреплением, про сборку, практическую сборку гибридных рекомендательных систем, как это может внедряться на практике, то есть сколько нужно вычислительных ресурсов, где лучше делать модели пакетные, где модели в рантайме на API. Поговорим про персонализацию, то есть как можно сегментировать пользователей, как искать похожих к какому-то сегменту, как строить модели красных best action, как делать хотя бы базовые uplift модели, ну и будет проектная работа, где вы выберете какую-то тему для бизнеса, поэтому хорошо бы, чтобы вы уже нашли какой-то бизнес, которому это могло бы быть интересно, и в процессе работы над курсом вы бы рекомендашку как минимум спроектировали на уровне математики, на уровне сервисов, на уровне базы данных, хранения и всего прочего. Так, вот особенность нашего курса это ориентация на прикладные решения, которые можно вязать для компаний небольшого и среднего размера. То есть мы не готовим сотрудников для Яндекса, для ВКонтакта, ну а для какого-нибудь там регионального или даже федерального ритейла, e-commerce и контента и контента порталов парней вполне себе можно. Насколько я знаю ситуацию, у знакомых мне айтишников, которые работают в компаниях среднего и крупного размера, очень есть чего оптимизировать, очень есть чего улучшать. А если это делать еще и за недорого, то вас будут любить, хвалить и давать премию. Так, вопросы. Какой лосс используется для обучения моделей обработки изображений? Ну, вот, по примеру, то, что я делал, я просто брал предобученный ImageNet, на ImageNet и ResNet, брал имбеддинги и просто перемножал и смотрел, что на глазок вроде нормально. В целом, если у вас есть обучающая выборка, ну, например, вы можете превратить задачу в классификацию и делать обычный лосс, как для классификации про кросс-энтропию. Как делать сопоставление с базой продавцов и товаров для их сопоставления? Не понимаю, сложный вопрос. Есть база покупателей. Как можно сопоставить с базой продавцов и товаров для их сопоставления? Ну, есть задачи матчинга. То есть, я вот решал задачи матчинга сопоставления товаров с одного интернет-магазина к другому интернет-магазину. Когда у вас есть описание, какие-то характеристики, название товара, ну, кто-то называет по-разному. Кто-то назовет мешалка, кто-то назовет перемешиватель. Там неплохо работают эмбеддинги на основе Берта. Когда вы соединяете название, характеристики в определенном порядке, считаете Total Embedding, считаете скалярное произведение и смотрите на близости. То есть, а так можно. Совсем по-простому, когда работал с Фарк, был у меня небольшой проект, ну, там есть по закону какие-то названия действующих веществ, там просто мера схожести там Intersection over Union по вот этим ключевым словам вполне себе неплохо сопоставляла препараты плюс категории, для чего они там ЖКТ, там туды и прочее. Так, про открытые уроки второй и третий я уже вам говорил, то есть 26 апреля в 8 вечера мы с вами поговорим про рекомендации по текстам, то есть разберем, что такое LSI-модели, то есть латентный семантический индекс, библиотека GenSim поработаем с экстрактивной суммаризацией, то есть как вытащить там 3-5 основных предложений из текста, повекторизуем их предобученным фаст-текстом, поговорим о том, как можно сейчас видео транскрибировать довольно неплохо с помощью библиотеки Whisper от OpenAI open-source рассмотрим сдачу NER, когда вы извлекаете тексты, именованные сущности, чтобы показывать тексты про тех же персонали или про те же географические объекты, там уже у нас будет Юпитер ноутбук, и ничего кроме кода даже может презентации не будет, поздороваемся, начнем запускать ячейки одна за другой. Третий урок будет 24 мая в 8 вечера, мы поговорим как раз про векторное представление изображений, посмотрим нейросети, запускаем их, поищем, я подготовил дата-сет похожий объектом украшения, предмета и одежды, ну и обсудим как это можно хранить для обычного интернет-магазина в базе данных, как это извлекать. Так, по этой части если вопросы есть пишите их в чат, ну и собственно карьерная информация про рекомендашки. Если брать HeadHunter, то вакансии там есть, людей с опытом в рекомендашках ищут, далее не дальше чем пара месяцев назад ВК перекупил у нас из лаборатории из Сбера одного из ДС-специалистов, ну уж не знаю на рекомендашки или нет, но в общем перекупил. Так что нужны люди. Кто в основном работает с рекомендашными системами? Это банки, это ритейл, это всякие онлайн-сервисы, это соцсеть и GameDev разработчики. Что говорить если про вакансии? Data Scientist с опытом в рекомендашках вполне себе нужны. Ну в общем на HeadHunter забиваете ДС-рекомендашки и находите вакансии в рынке. Вот на слайде скрин из очередной из вакансий. Тут правда написано уверенное знание Spark. Spark вы в реальной жизни в рядке наверное где увидите, ну вот если вы не в крупной компании, потому что чтобы работать со Spark нужно совсем Big Data, какой-то ходу. Но как человек работавший со Spark я вам скажу, что ничего страшного в нем нет. За пару недель можно освоить АЗ, а за два месяца регулярной работы вы уже освоите и нюансы. Так, вот здесь QR-код нашего лендинга по курсу на сайте Отуса. Старт обучения 31 мая. Приходите, будем очень вам рады. Совместно думаю мы сделаем интересный курс и поразбираем в том числе ваши кейсы. Так, ну и заполните пожалуйста опрос по занятии. Сейчас я вам ссылочку в чат. Секунду. Смотрите, здесь есть два типа интернет-магазинов. Те, которые уже модные и лидеры рынка, то там наверное вас поспрашивают что такое коллаборативная фильтрация, что такое СВД-разложение, ну и какую-то базу. И поспрашивают вообще а умеете ли вы в питон. А если у вас интернет-магазины и другие, у которых 99% у которых нет никакой математики под капотом в рекомендашках, то достаточно сказать, что я проходил курс в Отусе по регионателям системам, я знаю как делать современные рекомендашки, дайте денег. Дайте денег, быстро сделаем. То есть вас будут собеседовать в интернет-магазин на Рексис только если это лидер рынка. Если это не лидер рынка, то вы сами будете им рассказывать что такое Рексис и как его надо делать. Потому что они в большинстве случаев просто не знают. То есть в 90% магазинов под капотом что-то из того, что я сегодня рассказывал, либо вообще ничего. коллеги, ну если вопросов нет, то я тогда наверное на этом сегодня вам и откланяюсь, жду на следующие два занятия, ну а потом на курс. Надеюсь вам было интересно посмотреть на реальный мир, как живут люди без математики и зарабатывают деньги. До свидания. Продолжение следует...